МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организациям скидки. Телефон 317477. 30 августа. Революционная 7. В 11.00. Открытие международного бойцовского клуба «Ахмат». Лучше войти наставники мирового уровня. Тренируйся с нами. Стань частью мирового ММА. «Ахмат» — это сила. Нарушил ПДД и врезался в рекламный щит. На выходных произошла авария, в которой пострадал человек. Молодой парень на автомобиле «Мазда» двигался по Московскому проспекту со стороны Приморского бульвара. На регулируемом перекрестке Московского проспекта с улицей Фрунзе молодой человек нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Потерял управление, врезался в бордюр, а потом в опору рекламного щита. Пострадал сам виновник происшествия. Парня осмотрели медики. Госпитализация ему не потребовалась. Однако Тольятницу было назначено амбулаторное лечение. В ТРБ-квартале ВАЗ-2113 сбил мужчину. Дорожное происшествие было зафиксировано в воскресенье в районе дома номер 16 по Ленинскому проспекту. Со слов пассажира, они двигались во внутриквартальном проезде. Водителя ослепило солнце, и они не заметили пешехода, который с их слов перебегал дорогу. Удар был сильным. Об этом свидетельствует повреждение автомобиля. Как рассказали участники ДТП, пострадавший хотел покинуть место аварии и не обращаться за помощью к медикам. Но водители пассажирно стояли на обращении в службу 103. Мужчину 63-го года рождения госпитализировали в больницу. ГИБДД, в свою очередь, информирует, что делать, если вы совершили наезд на пешехода, но тот решил покинуть место ДТП. Ни в коем случае не уезжайте с места происшествия. Важно и нужно вызвать наряд дорожной полиции. Факт наезда на пешехода должен быть зафиксирован. И в случае, если спустя время пешеход обратится в ГАИ, вам не будет грозить ответственность за оставление места ДТП и возможные мошеннические действия со стороны других лиц. Сейчас установить автомобиль личность водителя, оставившего место происшествия для спецслужб, не заставляет особого труда. О случившемся дорожном происшествии можно сообщить по телефону дежурной части ГИБДД. 22-80-05 или 93-60-50. В селе Подстёбке в дачном массиве загорелся жилой дом. Пожар случился в ночь с 22 на 23 августа. Вызов в 101 поступил в 3 утра. Сообщалось, что в СНТ «Восход» открытым пламенем горит дом и надворные постройки. Огнём была охвачена площадь в 104 квадратных метра. Тушением пожара в течение двух часов занимались 17 человек личного состава при помощи 4 единиц техники. Из-за огня был спасён 39-летний мужчина. Он не пострадал. Точная причина пожара в настоящее время устанавливается надзорными органами. Как сообщают очевидцы, разместившие видео в сети интернет с места событий, от пожара также пострадала и крыша соседнего дома. В понедельник в Центральном районе в частном секторе загорелась баня. Возгорание произошло по улице Украинской. К месту пожара было направлено несколько расчётов. Огнеборцам удалось вовремя ликвидировать пламя и тем самым предотвратить более масштабный пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС напоминают, что в случае пожара или любой другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112 или 101. На Хрящевском шоссе в результате столкновения двух транспортных средств одно авто оказалось в кювете. В настоящее время все детали ДТП устанавливаются, о пострадавших ничего не сообщается. Кого только не встретишь на дорогах нашего города, 24 августа в Центральном районе сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Форд», на крыше которого была байдарка, в которой сидел мужчина. Как стало известно из соцсетей, парни хотели таким образом привлечь внимание жителей города и призвать их к активному образу жизни. В итоге, не в меру эпатажные граждане были оштрафованы за грубое нарушение ПДД и переданы в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Молодым людям может грозить уголовная ответственность по статье «Хулиганство». Надзержинского произошло ДТП с участием двух автомобилей. К счастью, здесь обошлось без пострадавших. По предварительным данным, женщина на Хёнде, сдавая задним ходом на своём авто, допустила столкновение с Вестой, которая в этот момент совершала поворот на бульвар космонавтов. Удар пришёлся в переднюю часть кузова «Лады». К месту была направлена карета скорой помощи. Владелица иномарки была осмотрена медиками. От гипспитализации она отказалась. Оба автомобиля получили незначительные повреждения. На бульваре Татищева не смогли разъехаться «Газель» и «Лады-Х-Рей». Авария случилась на перекрёстке равнозначных дорог. На данном участке дороги действует правило помеха справа, но водитель фургона проигнорировал ПДД и начал движение, тем самым провоцировав столкновение с кроссовером. Удар пришёлся в водительскую сторону. Несмотря на повреждения авто, в салоне не сработали подушки безопасности. Водителю потребовалась медицинская помощь. С различными травмами автовладельцы доставили в больницу центрального района. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Без помощи спецтехники самостоятельно легковушка место аварии покинуть не смогла. На месте ДТП продолжили разбираться сотрудники госавтоинспекции. На автодороге Ягодная подстёбки в результате ДТП пострадал человек. Столкнулись Лада Приора и Тойота Королла. Причиной данного происшествия в очередной раз стало нарушение правил дорожного движения. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора. На кадрах видно, как после столкновения Лада Приора съезжает в кювет и переворачивается на крышу. Из официальной информации сотрудников Ставропольской госавтоинспекции следует, чтобы автотранспорта двигались навстречу друг другу. В какой-то момент водитель иномарки стал совершать левый манёвр поворота. При этом он не убедился в безопасности и спровоцировал столкновение с Ладой. После лобового столкновения ВАЗовская малолитражка изменила траектору движения, перевернулась и съехала в кювет. В салоне Toyota сработали подушки безопасности, которые уберегли сидевших в машине от серьёзных травм. А вот водителю Приоры повезло меньше. С различными травмами его госпитализировали с места происшествия. В настоящее время о его состоянии ничего не сообщается. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. Судя по повреждениям Лады, автомобиль восстановлению не подлежит. Обе машины были эвакуированы с места аварии с помощью спецтранспорта. Под колёса Киа попал 4-летний ребёнок. Наезд на пешехода произошёл 27 августа в 19-м квартале. В районе дома номер 20 по бульвару Татищева в жилой зоне иномарка сбила несовершеннолетнего, который вышел на дорогу из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП ребёнку понадобилась медицинская помощь. Внимание розыска чевицов аварии. 21 августа на пересечении двух шоссе Хрящевского и Обводного произошло ДТП, в котором обошлось без пострадавших. Здесь столкнулись Лада Гранта и Митсубиши. У автовладельцев возникла спорная ситуация. По предварительным данным в ЧП усматривается вина водителя фургона. Оба транспорта двигались навстречу друг другу. На перекрёстке мужчина на Митсубиши начал совершать манёвр левого поворота на Хрящевское шоссе. В это время со стороны города двигался парень на Гранте. Легковушка буквально заехала под фургон, пробив при этом топливный бак. От сильного удара в ладе сработали подушки безопасности. Водители пассажира делались незначительными ушибами. Если вы стали очевидцем данного дорожного происшествия, или у вас имеется запись с видеорегистратора, просьба сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова